Вегонер, без преувеличения, культовая модель для марки Jeep. В начале 60-х этот автомобиль фактически основал класс люксовых внедорожников. Но 30 лет назад пионер движения сдал пост, не оставив преемника. Теперь легенда возвращается. И сразу в статусе флагмана марки. Чтобы соответствовать ему, салон новинки отделали шпоном, алькантарой и алюминием, попутно внедрив множество тачскринов. Всего здесь 7 экранов, включая дисплей для задних пассажиров. Также предметами гордости стали современная электроника, пневматическая подвеска и сразу 3 варианта системы полного привода. Вдобавок обещан гибрид, без которого сейчас нельзя представить ни одну новинку. При этом технический Гранд Вегонер – родственник рамного пикапа РАМ-1500. Но подробности этого родства мы узнаем через несколько месяцев. Ведь сейчас новый джип формально носит статус концепта, а старт серийной версии отложен до 2021 года. Хотя понятно, что внешне товарный внедорожник будет мало отличаться от выставочного. И это здорово. Уж очень удачно дизайнеры обыграли ностальгические ретро-мотивы. Возможно, со временем оценить их смогут и российские фанаты джипа. Второй премьерой от джипа стал гибридный Рэндлер. Во время презентации представители марки напирали на то, что экологичный вариант внедорожника понравится ценителям экстремальных выездов за пределы асфальта. Так электромотор, упрятанный внутри восьмиступенчатого автомата, выдает максимум крутящего момента прямо во время старта. Это хорошо для преодоления препятствий в натяг. И вообще, такой джип обещает новые впечатления. Ведь пройти маршрут, не беспокоя природу рёвом мотора, занятие весьма неожиданное. Правда, даже по асфальту гибридный Рэндлер может проехать только лишь 40 километров на чистом электричестве. В сложных условиях этот показатель упадёт вдвое или втрое. Между тем, к бездорожью этот вездеход подготовлен весьма достойно. И ещё, по мощности установка, построенная вокруг двухлитрового турбомотора, обошла топовую бензиновую шестёрку, а по моменту обставила трёхлитровый дизель. И как тут не вспомнить родной ульяновский автозавод? Ведь УАЗ уже давно обещает выпустить гибридную модель. Но ВОЗ, как мы видим, и ныне там.